Народная артистка России Ирина Розанова известна своими резкими, простыми и прямодушными образами во многих кинопроектах. Самой яркой ее ролью стала роль Екатерины Фурцевой в телесериале «Фурцева. Легенда о Екатерине», за которую Ирину наградили премиями «Золотой орел», «Чайка», «Ника» и «Золотой овен». Родилась будущая актриса в 61 году в городе Пензе. Ее родители были советскими театральными актерами, поэтому неудивительно, почему Ирина выбрала творческую карьеру. Детство будущей актрисы прошло в Рязани, куда переехали ее родители. Там же Ирина обучалась в музыкальной школе. В 6 лет она впервые вышла на театральную сцену в Рязанском драматическом театре. Ну а после получения среднего образования Розанова пыталась поступить в Щепку, но провалилась на экзаменах. В итоге она вернулась в родной город и начала работать в костюмерной. Уже через год Ирине таки удалось стать студенткой театрального вуза. Она поступила в ГИТИС на курс к Оскару Ремезу. По некоторым данным, Ирина поступила в театральный с помощью мамы актрисы, которая была знакома с преподавателями ГИТИСа. Уже на втором курсе ее пригласили играть на сцену театра имени Маяковского. Окончив вуз в 88 году, Розанова перешла работать в театр-студию «Человек». Далее она сотрудничала с театром на Малой Бронной и Линкомом. Ну а в наши дни она в основном играет в антрепризных постановках. В 85 году Розанова впервые снялась в кино. Это была небольшая роль в проекте «Подружка моя». Далее ее можно было увидеть в таких проектах, как «Где находится на Филет», «Жизнь Клима Самгина», «Алый камень» и другие. Настоящая же зрительская узнаваемость и популярность Розановой пришла в 89 году, после того, как она снялась в проекте «Интердевочка». Там она сыграла роль Симы. Еще одним заметным фильмом в проектах Розановой считается картина «Анкор», еще «Анкор». За эту роль Розанова получила премию «Золотой овен» в номинации «Лучшая актриса года в 93 году». Ну а с приходом 90-х Розанова начала активно сниматься и в сериалах. В те годы самой известной ее работой стал сериал «Петербургские тайны». Что касается личной жизни, то актриса Розанова была уже трижды замужем и детей у нее нет. С первым законным супругом режиссером Евгением Каменьковичем актриса познакомилась еще в студенческие годы. Их брак продлился всего два года. Яркой Розановой часто приписывали романы с такими известными мужчинами, как Александр Абдулов, Александр Калягин, Игорь Бочкин и Петр Тодоровский. Но на самом деле неизвестно, были ли у нее все эти отношения. На съемках картины «Гамбринус» Ирина познакомилась с режиссером Дмитрием Мисхиевым. Пара начала вместе жить, но до ЗАГСа так и не дошли. Известно, что в те годы у нее были проблемы, связанные с горячительными напитками. Вторым законным супругом Ирины стал бизнесмен и продюсер Тимур Вайнштейн. В этом союзе она ждала ребенка, но не смогла его выносить. В итоге семья распалась. С третьим супругом-кинооператором Григорием Беленьким актриса познакомилась во время съемок фильма «Дети понедельника». Но и этот брак оказался недолгим. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете об актрисе Ирине Розанова и ее творчестве в кино.